20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на тридцать первом всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула стартовал второй сезон проекта модель x плюс и одно из самых первых занятий для участниц было посвящено брофитингу подбору идеального комфортного и корректирующего нижнего белья с участницами второго сезона познакомилась и съемочная группа бьюти тайм может ли учительница начальных классов быть экспертом в моде бухгалтер разбираться в трендах аксессуаров врач уметь гармонично составлять образы а полицейский иметь такую же походку как у супермодели проект модель x плюс от имидж клуба светлана научит каждую девушку независимо от возраста и параметров фигуры среди всего того что имеет приставку фэшн находить свой стиль после успешного завершения первого сезона проекта модель x плюс мы набрали новую группу второго сезона и она увеличена по составу почти на 30 процентов это говорит о том что зрителям наш проект понравился женщины нам доверяют состав участниц очень интересные группе девушки от 29 лет до 59 лет по профессии это очень разнообразная категория людей есть секретарь референт есть экономист есть финансовый директор хорошо у нас всегда представлена группа медиков и врачей они с интересом следят тоже за стилем и имиджем то есть очень разнообразная публика есть пенсионеры но эти женщины тоже хотят выглядеть хорошо поэтому они вместе с молодыми проходят этот интересный класс дочь у меня занимается в имидж клубе светлана уже семь лет сказала что она разбирается в одежде лучше уже чем я я всю жизнь работала в полиции и поэтому не то что проекта телевизорами видим сейчас слава богу можете меня поздравить я вышла на пенсию на заслуживую вот сейчас я могу посвятить себе время уделить и я очень счастлива что я могу сделать что-то для себя создать узнать научиться создавать лично свой образ пользоваться какими-то секретами украшать себя как использовать аксессуары и вообще просто общаться с женщинами которые тоже сами хотят я думала что будет сложнее но вошла очень легко я узнаю каждый день что-то новое сегодня я впервые побыла моделью то есть это такие эмоции не передаваем ничего подобного совсем для меня все впервые новое практические и теоретические занятия в рамках проекта посвящены порой самым неожиданным темам так например в начале обучения девушки проходят брофитинг навыки подбора идеального нижнего белья оказывается это не менее важно чем собирать многослойность или сочетать разные типы принтов вот видите что происходит с косточкой видите как она передавлена вот это неправильно подбора мне давили чашки то есть после того когда я примерила правильное белье они уходили в правильном направлении в сторону подбора и ничего не давило комфортно и удобно вообще оброфитинге очень много узнала что это такое только сегодня не узнала много полезного и как можно украсить свою фигуру в том числе через использование нижнего правильного нижнего белья захотелось сразу приобрести потому что на примере наших участниц это очень красиво совсем по-другому смотрится на на человеке и для здоровья женщин очень важно по статистике при выборе нижнего белья многие девушки обращают внимание на красоту комплекта забывая про комфорт и удобство однако это еще не самое страшное неправильно подобранный размер ткани изделия или модель может серьезно навредить нашему здоровью брофитинг вообще это не только про красоту брофитинг это в первую очередь про здоровье потому что неправильно подобранное белье может нанести вред вашему здоровью как это проявляется когда вы покупаете бюстгалтер маленький по размеру то есть наименьшая чашка чем вам она необходима у вас может быть где-то передавливаться что-то таким образом вы передавливаете лимфоузлы поэтому очень важно обращать на эти моменты внимание при посадке белья чаще всего ошибки допускают при подборе пояса билд очень большой и очень маленькую чашку поэтому брофитинг в первую очередь это про здоровье я учу женщин как правильно делать как бы как правильно подбирать белье чтобы не нанести себе вред идеальное белье должно создавать правильную пропорцию неважно худая ли женщина или полная также при этом важны анатомические параметры бюстгалтера грации или корректирующих комплектов что значит правильное белье правильное белье нужно правильно подобрано если оно правильно подобрано да если вы знаете точно свой размер как бы то ну вполне возможно вы можете найти у вас маркете но как правило вас маркет ограничивает нас несколькими размерами то есть это 70 и 75 и 80 чашки а б ц д но зачастую у нас у женщин у нас только все разнообразно у нас настолько всех разная грудь и разные размеры что на самом деле как бы мы не все влазим в этот масс-маркет нас подгоняют под бельем так скажем а не белье под нас занятия с брофитером не прошли даром перебрав свой гардероб некоторые девушки обнаружили там в том числе и неправильные комплекты а избежать дальнейших ошибок помогут полученные знания а если возникнут сомнения то и консультация брофитера вы смотрите программу beauty time продолжаем выпуск этот мастер-класс называется добрым по нескольким причинам во первых его автор добрый по характеру и по фамилии а во-вторых речь идет о свадебной фотографии жанре исключительно приятном и позитивном потому что таких игра вообще не существует где человек пытается рассказать вообще все что знает абсолютно существует мк разных форматов есть формат добрый тичи добрый можно еще раз сейчас новый формат появился так добрый тичи и это формат абсолютно двухдневный по 10 часов и огромный год и вся цель именно этой мастер-класса выдать полностью все из цель была изначально создать побольше конкурентов ну не себе то есть я наоборот решил создать эту тему что кто-то должен появиться что кто-то мотивирует и кто-то создает конкурентов всем ну не себе то есть моя цель абсолютно вырастет таких людей вот этот мастер-класс уникален тем что он нацелен именно на практику показать вообще как снимается репортаж как работать с парами то есть с разными параметром по спокойнее какие то может динамичные ребята как работать на банкетные съемки то есть сюжеты композиция как раскрепостить общую модель и работы с эмоциями как поймать именно живые кадры год назад была на мастер-классе другого спикера и мне потом в комментариях инстаграм когда выложила коточку мне не писали а вот сходи еще к максу доброго и отметили его там упоминание и макс добрый мне такой смайлик присылает я такая так что за чувак надо к нему зайти посмотреть захожу и мне понравились его работы что они не похожи на тех спикеров которым я до этого ходила какие-то там неординарные фотографии интересные идеи в общем поэтому стала следить за ним год следила и вот за максом я очень давно наблюдаю мне нравится стиль его съемки нравится то как он подает свой материал мне в принципе очень приятный человек захотелось познакомиться лично не секрет что многие свадебные фотографы избегают съемки банкетной части спикер уверяет что они это делают очень зря самые яркие живые фотографии получаются именно на этой части свадьбы нужно только знать пару секретов вот как вначале я боялась что я не знаю какой там будет потолок потому что вначале я сталкивалась там потолок черный глянцевый и он поглощал вспышку света не хватало стоек у меня не было и до сих пор нет в общем я не умела с этим справляться либо может быть кто-то боится гостей которые как-то неадекватно себя ведут такое тоже бывало ну ничего привлекаешь как правило там у нету света все боятся что со спешками будет проблема вспышки это не трудно это весело легко просто на немножко так постоянно это делает учиться да будет нормально то есть через три года сколько постоянно три года три года вот со спешками и где-то вот за все это время столько шишек было набитое научиться уже снимать более-менее классно а так это не трудно все просто бояться вспышки с тех пор как появилась традиция фотографировать день бракосочетания жанр свадебной фотографии постоянно меняется в наш век широких технических возможностей по-прежнему в цене живые эмоции акцент теперь делается не на количество а на качество уникальное украшение только из натуральных камней регулярное обновление ассортимента ювелирный бутик частная коллекция нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан билеты в театры челябинска и екатеринбурга да и обратите внимание на картины они тоже продаются самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе магазин стрит кучу на sony кривой 30 и пушкина 65 сколько нужно времени чтобы избавиться от варикоза запись на прием две минуты диагностика и сдача анализов займут 50 минут сама лазерная процедура 40 минут всего полтора часа и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно это бьюти тайм программа о том что делает нашу жизнь яркой ювелирном мире активно применяются высокие технологии но тем не менее это одна из немногих сфер где по-прежнему большую часть процесса составляет ручной труд и до сих пор в цене натуральные драгоценные камни даже несмотря на то что в лабораторных условиях можно воссоздать минерал любой каратности с любыми характеристиками очень много камней синтезированных сейчас на рынке у них и нет свойств они же выращенные они не лежали веками в природе они не питались не не собирали только самое лучшее камни же собирают самое лучшее они мудрые от природы у них есть свои какие-то определенные свойства которые они несут людям камни рождены для того чтобы помогать людям вот ну у синтезированных камней к сожалению этого свойства нет натуральные камни копившие веками энергию природы делятся ею с человеком помогая сохранить здоровье приумножить капитал достигать цели и быть счастливым в отношениях один из ювелирных трендов наших дней украшение с участием редкого камня танзанита минерала яркого василькового цвета коллекция танзанитов у нас очень интересная уникальная есть как большие так и маленькие танзаниты фаворит комплект ночь танзании он первое место на выставке занял джон векс москве в девятнадцатом году танзанит считается камень богатых людей он помогает людям приумножать свои состояния турмалин параева это камень имеющий неоновый свет изнутри он действительно светится изнутри если в сумерках посмотреть то можно увидеть этот свет вообще крестьянин который его нашел в окрестностях параева бразилия обратил внимание что этот камень светится были сумерки ему вот увиделось это это было не так давно восемьдесят четвертом году этот камень был найден он сейчас самый дорогой можно сказать камень больше двух миллионов за карат он может стоить марганит этот камень был назван в честь джона моргана этот человек он банкир как все знают он собирал коллекцию камней и потом передал ее в музей сша коллекцию красивую уникальную большую коллекцию в честь него назвали вот этот вот камень хочу показать вам самую крупную самую большую коллекцию опалов нашем регионе опалы разного цвета и белые и сиреневые и еще у нас есть огненный опал опал камень уникальный на 30 процентов он состоит из воды его рекомендуют хранить во влажной среде и протирать салфеткой обладателю украшения с опалом камень продлевает молодость а еще этому минералу приписывают мистические и эзотерические свойства черный опал он в десятку самых редких камней входит и 5 процентов добычи опалов приходится именно на черный опал это самый уникальный самый ценный самый дорогой камень среди всех опалов камень магия считается вот такое коктейльное кольцо тут бил белое золото 750 пробы украшенная цаворитами бриллиантами россыпи очень красиво и такой уникальный водянистый сиреневый с желтым отливом опал вообще опал он его нужно рассматривать он играет цавориты это камни любви до зеленый гранат камень любви он считается куприн вот в своем рассказе гранатовый браслет именно не красном гранате писал о зеленом гранате по-своему уникальны не только коллекционные украшения сложной ювелирной работы но и сдержанные комплекты делового дресс-кода современные мастера уходят от стиля бабушкина золото создавая эффектные дизайны отвечающие сегодняшней моде вы смотрите бьюти тайм красивые подробности красивых событий в формате ноу-коммент завершение выпуска мастер-кодисменты Продолжение следует... 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 Вконтакте. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите, читайте и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Отелье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok